А сегодня у нас в гостях пресс-секретарь Алтайской Федерации Автомобильного Спорта Галина Юмашева Привет, Галь, привет В этом году в Алтайском крае уже состоялось два этапа Чемпионата Сибири и Чемпионата Алтайского края По драгрейсингу, а теперь кубок, в чем отличие? Кубок РАВ в какой-либо автодисциплине проводится один раз в год И в этом году честь провести его выпала Алтайскому краю Это, скажем так, гонка в некотором смысле российского значения То есть не региональная, не округа, а уже рангом повыше А в чем отличие между Кубком Российской Автомобильной Федерации и Кубком Алтайского края? Отличаются, может быть, условия участия? Может быть, в Кубке Алтайского края только представители нашего края могут поучаствовать? Ну, по большому счету принимать участие пилоты могут и в том, и в другом Кубке Но, как правило, гонка регионального значения, она больше для начинающих пилотов Которые еще ни разу не пробовали себя в драгрейсинге Или пробовали, но еще достигли не особо больших результатов Но и именитые пилоты тоже принимают в Кубке Алтайского края участие Там единственное отличается стартовым взносом и, скажем так, престижностью, что ли Естественно, в Кубке РАФ участвовать престижнее, чем в Кубке Алтайского края Но, еще раз повторюсь, для начинающих это очень хорошая площадка, чтобы попробовать свои силы Кубок Алтайского края Они параллельно будут проходить? Да, они будут проходить параллельно, одновременно Одновременно и то и другое А в чем вообще суть драгрейсинга? Может быть, кто-то не знает Ну, я, допустим, правда не знаю В драгрейсинге участвуют автомобили Нужно проехать по прямой линии 402 метра, четверть мили Многие говорят о том, что вроде как, ну и что там, проехать по прямой, вроде несложно, да? Ну, я вот, мне кажется, в легкую Приезжай, попробуй, легко Твой автомобиль запросто подойдет для участия Да, но, тем не менее Вот я, например, когда еще была журналистом и приезжала на драгрейсинг на съемки Когда ты вот, ну, наскоком смотришь на все это Вроде и неинтересно Вроде как бы, ну, не понимаешь Ну, ладно, что они там проехали и все Но, когда ты погружаешься в суть того, что происходит Когда ты смотришь за пилотами, которые пытаются догнать и перегнать соперника Пытаются перегнать самого себя, проехать этот участок 402 метра За более короткий промежуток, за меньшие секунды Ну, в среднем это проезжают 12-13 секунд, да? И вот когда они пытаются там за 10 секунд преодолеть это расстояние Как они это делают? То есть это как бег на короткую дистанцию Ну, типа того Да, да, да Вот наш Сергей Шубенков на дистанции 110 метров, да? Он преодолевает за 13 секунд в среднем А наши пилоты за 9 Понятно Ну, и тоже, конечно, мастера витрии Ну, мы уже немножко начали говорить, да? Про драгрейсинг Что это, ну, многие считают, что это немножко скучноватый вид спорта В отличие от того же дрифта А ты как считаешь? Тебе что интереснее? Ну, дрифт, да, конечно, он зрелищный вид спорта И можно просто прийти, посмотреть, да? Не вникая в суть того, что вообще там происходит на площадке Что там приходится испытывать пилотам Какую они предварительную подготовку проводили Ну, как бы не обязательно в это вникать Просто ты смотришь на то, как машина валит боком Как у нее из-под колес идет дым И ты уже наслаждаешься зрелищем В драге, конечно, такой зрелищности нет И тут вот все-таки, ну, колеса тоже пилоты прогревают Тоже дым из-под колес есть Ну, и вот в драге все-таки больше нужно вникнуть в то, что происходит на полосе Понятие, какой пилот за что борется Сколько сил он вложил в свой автомобиль Чтобы он проехал там эту дистанцию 402 метра за как можно меньшие секунды Ну, то есть тут надо больше приложить усилий, чтобы вникнуть У нас чудесные ведущие на кубке RAF будут Александр Курмис и Евгений Зайцев Эти ребята знают о драгрейсинге абсолютно все Они знают всех пилотов, они знают все автомобили И даже человеку неподготовленному, практически неинтересующемуся драгрейсингу Будет интересно их слушать И я думаю, что они практически специалистами уйдут с гонки А чем Алтайская Федерация Автоспорта будет еще радовать зрителей, кроме самих гонок? Ну, ты уже сказала, что у вас будут ребята, которые будут развлекать, я так понимаю Ведущие, да Да, ведущие Кроме того, что будет интересно слушать Александра Курмиса и Евгения Зайцева Будут еще конкурсы от спонсоров Ну, в частности, два дня мы будем проводить розыгрыш призов по билетам То есть зрителям достаточно будет на билете написать свой номер телефона и имя скинуть в определенную коробочку И примерно в 4 часа 25 и в 4 часа 26 августа мы будем по этим билетам разыгрывать призы от спонсоров Также у нас будут вокальные номера и будут хореографические номера Ну и наши зрители, как показал прошлый этап, очень любят автограф-сессию Она тоже будет в этот раз и тоже будет проходить два дня и в субботу и в воскресенье Вот мы заговорили об автограф-сессии, значит, приедут какие-то именитые статусные водители, пилоты Обязательно Правильно, наверное Есть ли чемпионы какие-то среди них? Да, среди них есть чемпионы и чемпионы Сибири, и чемпион России Дмитрий Мандриков, например, уже выразили свое желание именитые пилоты Новосибирска Ну, в Барнауле тоже есть пилоты, которые относятся к топовым пилотам, тоже планируют приехать В общем, ждем много интересных заездов, и я думаю, что зрителям скучно не будет однозначно А почему все-таки драгрейсинг проводится так далеко от Барнаула на аэродроме Панфилова и говорят, что какой-то очень сложный подъезд к нему? Аэродром Панфилова на данный момент, ну, в округе Барнаула, скажем так, да Это, пожалуй, самая удобная и, главное, самая безопасная площадка для проведения подобного вида спорта, автоспорта Есть и полоса для разгона, есть и полоса для торможения И главное, что на ней есть бетонные ограждения, которые защищают зрителей от каких-либо возможных аварий или неприятных ситуаций, которые могут произойти на полосе гоночной А вот подъезд Подъезд, да Подъезд к аэродрому много лет был через поле То есть доезжаешь до Новороманова и потом сворачиваешь в поле и поехал Ну, во-первых, поле, понятно, что как бы дорога уже сама по себе не очень А если прошел дождь, то вообще не проехать Вот председатель Алтайской Федерации автоспорта Андриан договорился с колонией поселения Которая пошла нам на уступки и открыла двери, чтобы наши гости и наши пилоты могли проехать мимо колонии по гравийной дороге Которая, ну, конечно, не супер, но, во всяком случае, лучше, чем полевая дорога Галь, ну, мы уже говорили немножко о погоде, что она может помешать соревнованиям Состоятся ли они в дождь, например, или только солнце? Да, конечно, во время дождя нельзя проводить соревнования Но сейчас уже прогноз погоды на 25-26 августа в Новороманово солнце и жарко И я хочу обратить внимание наших телезрителей на то, что погода в Барнауле и погода в Новороманово – это две разные вещи Так же было на прошлом этапе, когда в Барнауле лил дождь, а там стояло солнце Поэтому смотрите прогноз погоды именно в Новороманово и приезжайте обязательно Приезжайте в любом случае, Галь, спасибо большое, удачи вам А я напомню, сегодня в программе «Наше время» мы говорили о Кубке Российской Автомобильной Федерации и Кубке Алтайского края по дрэкрейсингу Которые состоятся 25-26 августа На аэродроме Панфилова, в селе Новороманово, Калманского района отмечу Сибирская медиагруппа Информационный партнер состязаний До встречи Субтитры создавал DimaTorzok